ну тут есть практике любви хоть но в той или иной степени должны быть но обязательно да ведь так же не бывает да потому что эта тема затрагивает все аспекты человеческой деятельности обязательно то что любовь это универсальный инструмент всеобщей природы любовь с большой буквы и в нее входит много всяких разных вариантов и видов любви но без любви вообще мы наверное бы и не жили никогда даже любовь к деньгам она все-таки святая для некоторых да то есть объекта любви всегда есть так же как и ненависти действительно любовь это универсальный инструмент всеобщей природы которая используется ею на всех планах сознания для достижения определенных целей ясно если бы не было любви то не состоялась будь точно человечество да и вселенная тоже каждый из нас испытывал это чувство каждый по-своему это слово понимает и бесполезно вот варианты вот растолкование как вы понимаете вот знаете вы можете трактат написать если буквы еще помните да вот на эту тему кто-то пишет много кто-то мало вот но у каждого свое понимание этого слова то есть свое определение вы можете ему дать исходя из личного опыта правильно и действительно когда целиком любовь бывают такие состояния даже у самых махровых индивидуалистов которые вроде бы смутные даже да и когда любовь целиком овладевает вашим существом с вами творятся некие позитивные вещи двигающий вас вперед не часто не каждый день но бывают периоды короткие могут быть могут быть много коротких периодов может быть один длинный бесконечно длинный но какое-то продвижение вперед всегда есть какая-то динамика то есть нечто вас ведет по жизни и это слово можно определить ну как любовь и обязательно вот эти периоды короткие или длинные или повторяющиеся оставляет след в вашем сердце вашем сознании да что-то остается обязательно что забыть невозможно вот и давай теперь разберем может быть сухо может быть формально но все-таки разберем проявление любви в человеческом существе на разном планах сознания на физическом уровне на витальном на ментальном и на уровне нашей истинной сущности коль существуют эти планы коль существует нас эти существа то каждому из планов соответствует и своя форма любви понятно она не вот не абстрактная нашей жизни она вполне конкретно и способна появляться на каждом из планов вот мы же разбирали да еще мы состоим то анатомии наш и каждый план сознание имеет как свою форму любви попробуем разобраться в этом ну казалось бы запутанном вопросе а потом перейдем к тому что есть нечто универсальное лежащие в основе всего сущего как благодать но не как вот любовь которая вот любовь который вы можете определить словами который никак нельзя определить она просто есть ладно и мы увидим что на каждом плане сознания любовь проявляется форме который присуще только этому плану по словам любовь мы привыкли понимать в основном витальное чувство овладевающие нами по отношению к человеку противоположного пола ну я беру классический вариант я не в нидерландах я не не в англии там уже нет беременных женщин а есть беременные люди метро вот выступать место беременным людям у нас еще женщинам пишет там людям да а то обидятся беременные люди в однополых браках состоящие понятно или не очень ну мы традиционно берем вопрос это любовь противоположному полу вот в основном мы это понимаем под любовью такой зоологический вариант немножко с лирикой с высшим витальным этой любви помимо ох фахов и восхищение еще страдания присущи плохо и махаем но и страдаем так не бывает чтобы витальная любовь обходилась без страданий и обыденная человеческая любовь это не только витальное чувство это смешанное чувство помимо витального существа в этой любви принимает участие физическое тело и ментальное существо со своими примесями обязательно ведь мы же неоднородны с вами не только витальное присутствует но каждый вносит свое дополнение в это самое чувство вот и психическое существо и потому в подобной любви много всяких несуразости и противоречий она нечистая она всегда с какими-то примесями с разных сторон от нас исходящих человек имеет физическое тело инструмент духа инструмент проявления божественного на физическом плане бытия наше тело имеет животное происхождение с вами знаем выбирая в себя все животные привычки из далекого эволюционного прошлого тело стремится покушать обезопасить себя от внешних врагов и размножиться это императиву поведения нашего физического тела начиная маленькой животные клетки и все животное эволюционное наследие в нас присутствует нашем телесном или животном подсознании императивное стремление к размножению обеспечивает постоянное воспроизводство физических тел для реинкарнирующих психических существ а иначе бы ну не было бы вместились для души мы должны размножаться хотим мы того или нет можем этому противиться но инстинкт он есть инстинкт вот коль есть физическое тело значит должна существовать и физическая форма любви в чистом виде она встречается у малочисленных народах сегодня до находящихся на первобытной общинной стадии развития то есть на уровне развития существ 3 коренной человеческой расе те которые сегодня в духовном плане абсолютно без перспективы зрел незрелые зачаточные души где-то там аборигены где-то и чего-то сейчас уже мало таких мест осталось но они существуют на земле сохранились редкие потомки существ в этой расы они уже вымирают представители к ним можно отнести аборигенов африки австралия также некоторые малочисленные северные народности их немного осталось вот они практически не способна к интеллектуальному развитию обречены на вымирание как эволюционно бесперспективные ветви человечества все то есть они себя исчерпали люди живущие в первобытной общинной среде подсознательно решают главную задачу животную выжать то есть обеспечить себя пищей и и размножиться ну то есть продолжить рот физическую любовь и этих народов основной инструмент отношений между мужчинами женщин тут никакой лирики никакой поэзии никаких стихов никаких взглядов на луну понимаете или нет то есть вы то уже другие но они вот такие они будут по-другому не могут им луна не нужно любой мужчина племени готов оплодотворить любую женщину готовую забеременеть и тот любой и там мире ревности нет них там все чисто нормально вот надо размножить размножаемся это чисто идеальный вариант физической любви у нас такого идеального варианта не сыщешь потому что у нас каждый из тел наш вмешивается да в этот процесс а там вот чистые варианты никакой конкуренции никаких трагедий никаких самоубийстве дуэлей ну просто нормально все как полагается по их статусом общины от семья и любовь там общинная то что они живут общиной любовь дикаре она абсолютно чистая вот физическая любовь она без примеси эгоизма нету ни капли эгоизм вот удивительно чистая любовь все не верится до чистую любовь только у вас было нет у дикарей вот самая чистая любовь тоже другого варианта вот они и не знают нижка не не читают о любви лекции не слушают вот они просто живут они живут как дышит и физическая любовь это любовь и одного мгновения здесь сейчас все исполнился и любви уже нет вот этой ну в одно мгновение то как метку импульс вспышка и кончилось знаете да о чем речь и всю ее венчает это самое что в один момент и все кончилось вот и все дальше опять спокойно живут готовит обед там едят не друг друга соседи из племени и жизнь течет нормально и размер на так вот цель этой формы любви да безусловно в племени есть какая-то иерархии но на нее никто не посягает то есть тот кто имеет больше как бы прав там на что-то но иерархии она соблюдается как животном мире никто не посягает на эту иерархию то есть вожак или там племени он конечно больше имеет возможности любить и чаще цель этой формы любви сугубо прагматичная не получать пролонгированное длительное удовольствие продолжить рот понимаете не для удовольствия для продолжения рота поэтому это коротко и ясно и никаких трагедий вы представляете из человечества так жило и планомерно размножалось но нам тогда осталось бы наводным первобытно общинного строя все-таки нам все-таки более высокие форму любви даруется чтобы мы каким-то образом испытали кое-что из области страданий мучений вот и каких-то катаклизмов до который нас бы подняли все-таки в эволюционном плане на следующие ступени эволюции в отличие от дикарей 3 коренной расы у некоторых северных народностей россии сохранился обычай я там побывал мне рассказали но мне не не удалось там этот самый стать участником этого обычая в некоторых северных народностей россии сохранился обычай по которому хозяин дома абсолютно искренне как знак особого почтения предлагает простите на ночь гостю свою жену если ты откажешься это кровная обеда может у них инстинктивно вот перекрестное пыление где-то должно действовать чтобы вымирание не произошло с крещами с близкими родственник чтобы какой геолог там нефтяник приехал и что-то новое в генетический фонд внес у них такой обычай существует мне рассказали но к счастью я все-таки избежал этих подарков меня не привезли туда где это действительно нормально никто не предложил мне и действует не исключено что эта традиция есть подсознательная попытка генетически путем мутации укрепить потомство это правильно будет да потому что в замкнутой человеческой среде или вообще незакономерно взаимные связи приводит к вымиранию то что с физической любовью понятно не трагедии себе не драм не вздохов под луной коротко и ясно без проблем но другой инструмент наш инструмент дух это витальное тело ли витальные существа тут начинается питальное существо владеет широчайшей палитрой чувств жизненных проявлений нашего интегрального человеческого существа тут все тут вообще все тут море всего витальный инструмент очень капризен очень симпатия антипатии привязанности возвышенное чувство в том числе так называемая любовь ненависть гнев тщеславие ревность жажда обладания все есть у нас и вот не дай бог любить такой любовью ну мы обязательно эту стадию проходили никуда не деться то что от любви деться некуда и витальная любовь это вот то что доставляет нам или должно доставлять как нам кажется радость но большей частью это трагедии если честно да сделаем небольшое отступление прежде чем затронуть эту форму любви у нас есть физическое тело который имеет костный скелет согласно на скелет навешиваются мышцы в него помещаются внутренние органы все это пронизывается сосудами нервами обтягивается кожа и физическое тело готово детальное и ментальное тело скелета не имеют то есть они не имеют прочной опоры или жесткого центрирования нету они такие вот плавающие флюктуирующие нет чего-то твердого и крепкого понятно это не физическое тело не физическая любовь у них нет такой твердой основы это временные тела вот наше истинное психическое существо наша истинная сущность тоже своеобразный энергетический скелет вокруг которого на нынешней ступени эволюции в коконе физического тела мы должны наработать новую вибрационную структуру то есть психическую что имеет твердый скелет коз физическое тело тоже имеет твердый скелет то есть это как бы нечто истинное а витальные ментальные что-то промежуточное воздушное куда ветер дунет туда и понесло ясно у нас есть две истинные сущности физическое тело которое должно породить бессмертную жизнь и истинная сущность божественное присутствие в нас это то что нерушимо и есть и действительно твердо стоит на ногах питание ментальное со своими формами любви это все вот такое эфеменная но мы живем преимущественно вот в этих наших эгоистических ментальных и витальных телах в основном ясно чувствами там чаяния my как нам кажется мыслями вот в этом флюктурирующим образование который может быть сдуто в один момент или не туда повернуть и мы уделяем слишком большое внимание нашим витальным ощущениям и ментальным переживанием слишком большое уж очень большое они обманчивые они суть ложны потому что тела эти ложные временные они и ложные и существует лишь для того чтобы в период нашего пребывания в неведении хоб как-то подменить нашу истинную сущность нового хоть изобразить какую-то жизнь не истинную но хоть как-то а мы-то думаем что кроме то вообще ничего не существует кроме витальной ментальной жизни мы вообще нет ничего вот и витальная любовь любовь ложная хотя многим кажется опять-таки по неведению что это есть настоящая любовь ну что же представляет собой витальная любовь давайте попробуем разобраться опять эта схема знаете вот для каждого человека само это слово и переживания сугубо индивидуальное и вы должны просто почувствовать я буду некую схему что ли с такими мазками рисовать а вы уж исходя из собственного опыта у кого он был у кого может будет у кого уже неоднократно был бы уж тогда это ретранслируете на себя ясно проецируете так витальное существо постоянно хочет получать удовольствие это его визитная карточка удовольствие в еде в питье в общении в чем угодно но удовольствие без удовольствия витальность что ничего делать не будет будет но с натяжкой это будет все кисло понятно чем речь в основе витальной любви тоже лежит принцип получения удовольствия и ничего иного меня поняли по-другому ничего другого витальное тело изобрести не может она вот такое тупое в этом но очень очень . полифонично она умеет очень хорошо играть на этом инструменте который называется любовью питальная любовь правильнее будет назвать любовью ненавистью или любовью страданиям потому что за удовольствием всегда надо платить витальное удовольствие обязательно должно обернуться обратной стороной но маятник качнул сторону удалось надо расплачиваться понятно обязательно исключение не бывает это думаете что вы можете избежать исключений вас будет это правило одно удовольствие больше ничего не бывает так это закон идем дальше на витальном плане эти чувства любовь и ненавистью любовь и страдания они не раздельны и их разделить невозможно это одна шкала получив удовольствие человек начинает страдать от его отсутствие подсознательно ненавидит еще объект любви чтобы сейчас и ко мне он куда-то уехал или на работу пошел утром я говорю первой стадии мы будем стадии любви еще витальной разбирать вот все она начинается как развивается чем кончается неизбежно чем кончать тут все видите по законам законы это витальной любви они жесткие строгие обойти их нельзя это становится понятным когда мы вспомним свою собственную витальную любовь которую хоть однажды и встречалась в жизни каждого из нас был такой вот вот тихо я не не требую признанию ну просто тихо вот внутри спроецируйте на себя был такой ну должно быть хотят даже если два раза тоже вообще закон так вот витальная любовь имеет свои характерные стадии поначалу это влюбленность поначалу влюбленность период влюбленности объект любви боготвориться все силы и средства направлены на то чтобы завоевать его внимание его симпатии его расположение тут все хорошо все идет это самое ну блока нет у меня все средства хороши ладно все в пользу как кажется да все идет все замечательно а средства самые разнообразные но цели одна обратить на себя внимание так и приступить к обладанию объектом любви больше ничего внимание обратите взять это витальная любовь я же не говорю о чем-то более высоком более высоком тоже поговорим и так понятно да обладать мое и ничего более ладно ибо объект любви витальной с на стадии влюбленности непременно должен быть прибран к рукам в этом случае витальное существо никаких компромиссов не допускает мое и больше ничего ясно период влюбленности или мы расстаемся ультиматум расставаться не хочется ведь как все развивается по ну заранее известному сценарию мое только мое в конечном счете случается физической близость человек все-таки искомое удовольствие получает то есть здесь уже ну как бы все в порядке вот в период влюбленности у чрезмерно эмоциональных личностей бушует трагедийные страсти там и животное ревность случается дуэли самоубийство это раньше это было да вот многое таскать случается совершенно неожиданно потому что это период сумасшествия период влюбленности просто сумасшествие это точно ну кое-кто нам понимает о чем речь и в этот период рождают до поэты рождают щемящие строки музыканты композиторы звуки художники полотна и так далее и тому подобно период влюбленности это но песня для творчества понимаете состояние влюбленности катализирует творческий процесс даже у самых не творческих личностей он может что-нибудь топором тебе вырубить там каком буратино ну ну творчество любое народное или сварочным аппаратом нарисовать на железные двери гаража какого-нибудь монстра но творчество найти вот в этот период это недолго продолжается но некоторые умеют влюбленность на всю жизнь меняется объекты любви филе на влюбленность над чуть позже ну есть такие люди да по приспосабливаются к этому дело отработал выкинул следующую влюбленность но это не хорошие люди да как неправильно это не по эволюционному насчет карму прокачивать куда бог тебя поставил изначально ну ладно идем дальше состояние влюбленность действительно катализирует творческих процессов творческих натуру реализация творческого процесса это своеобразная сублимация витальной любви но сублимация вот выход если нет обладание прямого но могу чё-то вот из этой энергии который меня выливается ну создать извоять там написать понимаете да особенно когда объект или не завоеван или находится вне пределов физической досягаемости вот тогда вот творческий процесс идет ну по полной нужно становится когда витальная любовь из состояния влюбленности плавно перетекает в рутинное чувство витальной привязанности влюбленность уходит привязанность остается я говорю о классическом варианте потому что есть всегда выбросы ясно да это классический вариант перехода одной стадии любви в другую и чтобы поддержать состояние влюбленности хочется его жить поддерживать все таки у мужчин и у женщин существует целый арсенал средств это периодическая смена объектов любви даже пребывая в семье например меняют воде влюбленность новое начинается до намеренный вызов чувство ревности у партнера тоже как-то обостряет отношения как бы стимулирует состояние влюбленности реанимирует его который ушло есть такое разнообразие форм ну общение индивидуального но понимаете о чем речь ну как-то вот пытаться что-то реанимировать что уже ушло на она уходит выходит безвозвратной бет не истинная это опять-таки то что стадийно из одной стадии переходит другую с вполне определенным концом понимаете да ну такой закон и никуда от этого деться нельзя ты не спи не спи слушай ты хотела слушать по твоей просьбе или еще по чьей-то я вообще поломал всю концепцию в общем нарушила 4 тактную симфонию вот взяла и 4 в третью вставил так не бывает ну ради вас которые уезжают москве мы до этого не дошли мы ее анонсировали от тема но до нее не не дожили не дошли вот она красовалась на вывеске то вот я решил думаю давай здесь мы тогда выставим про любовь ты на сайт под пусть я слушаю надо все-таки быть просвещенным в этих вопросах а то любовь любовь а что такое любовь откуда она берется с какого места и куда ладно есть такие индивиды которые порхая вокруг сменяющихся объектов любви умудряется в течение всей жизни поддерживать состояние влюбленности да да смотришь в передачах телевизионных какого-нибудь старого идиота 70-летнего прилично одетого по моде и он все время это любви у него любовь вот все время прям вот с детства ну вот он меняет эти объекты любви и вот он все время в этом состоянии влюбленности ему же пора на покой в мир иной а он все это сань влюбленности приводит он они обычно режиссер актера там ну уже со сдвигами с большими психическими но психически от не душа психические как клиника и вот они все об этом рассказывают смешно смотреть конечно это женщина некоторые где-то в 70 лет у меня вот там этот самый вот какой-то вот там ему 28 лет и я в состоянии влюбленности тут и вообще одну ужасную вещь услышал ну ужасно сегодня это не ужасно можно озвучить а значит есть какая-то передача который называется как выйти замуж что ну там сватовство какой по первому каналу и и там каждая это потенциальная невеста рассказывает о своих достоинствах ну и соответственно потенциальные женихи тоже вот какие они всякие разные и вот первое что я как-то услышал смотрю я искал спортивный канал раз и тук тук от передачи или женщина говорит тихо это не для детей будет моя главная годность предмет моей годности роскошная грудь и это было все то есть нашелся наверно какой-то там этот жених который ее выбрал вы представляете что он выбрал потом она стала говорить что у нее там бизнес какой-то на самодостаточный чет ей не хватает но главное достоинство на первом назвала это представляете ну вот хоть что и хоть падать вы поняли ли не очень я не придумываю это первый канал вывод больше не говорите никому слушайте первый канал где сватовство там не такое можно и нужно услышать ладно и когда влюбленность испаряется то в витальном угаре партнеры устают от витальной любви в основном попадается на витальную любовь молодежь но бывают и исключения ну вечно молодой он может все время на нее попадаться на виталью любовь но тот тоже имеет опыт и счастлива расстался вот с этим вариантом то может уже сделать выводы чем это в конце концов может закончиться должно закончиться витальная любовь это еще игра партнеров кошки мышки знаете в кошки мышки игра то один дугов догонять догнал потом все наоборот так вот если один из партнеров охладевает другому то у другого в равной степени просыпается к нему любовная активность почему-то это охладела в этом любовной активностью 2 партнер который он развивает до тех под пока не достигнет желаемо достигнув успокаивается постепенно опять охладевает партнера тот свою очередь вступает в игру и наоборот вот друг друга догоняют то есть поддерживают как бы догоняя друг друга вот это вот форма любви витальны пытается ее поддержать между собой такой есть так вот замечательно ущербности витальной любви сказал джиду кришноморти цитирую его у любви человеческой то есть у витальной никогда не было будущего у нее есть одни воспоминания и вас о воспоминании есть пепел всех когда-то умерших и погребенных нету любви и завтрашнего дня не бывать ей в плену времени любовь не знает никаких обещаний никаких надежд ибо надежды приносит отчаяние любовь не принадлежит никаким мыслям и чувствам ее не выдумать в голове она просто есть либо и нет он говорит об истинной любви витальная любовь это праха это воспоминания вы не любите сейчас вспоминаете что было она в воспоминаниях ваших только остается с то есть прах любви в воспоминаниях а истинная любовь она всегда вас вот истина когда вы самодостаточны в чувстве которое не требует не будем сейчас говорить от несколько позже если мы до этого дойдем сегодня что такое когда вы самодостаточны в любви тогда может быть любовь то и во внешнем мире но самодостаточность основы истинной любви вы без любит не пропадете вам ее не надо искать она в вас рождается как благодать понятно и вот тогда вы ну царь любви то вам нечего бояться понятно нет ущерба вы никогда не и не потеряете она не требует пополнение дополнение или каких-то вливаний новых чудо новую я думаю что вы этого практически все не испытали но если испытать то извините подойдете тихо мне скажете ладно ну ладно идем дальше по поводу витальной то так вот я давно с детства заметил что мне не хотелось чтобы меня кто-то любил даже родители вот вот не знаю почему вот тогда теперь я понимаю вот не хотел чтобы родители даже любили мне как-то вот было самому всегда достаточно того что вам не было вот в детстве у меня присутствовали все-таки вибрации изначально вот той самой благодать что и самодостаточности во всем вот до времени я как вообще отвергал даже родительскую любовь и всем когда меня жалели я понимал что это витальную любовь и отвергал любовь которая тяжелая год витальная любовь это когда ты обязан если тебя любят витальной любой то вроде бы ты обязан тоже любить или как-то отвечать то есть как-то фальшивить ясно хоть как тебя любят насильно и ты должен ну как бы не подкачать и должен ответ какой-то дать это меня в детстве было такое чувство странное конечно чувство имев всегда казалось что будучи объектом чей-то любви я стану обременять этого человека вот обременять не он меня я его чу я ему что-то должен при этом я сам всегда хотел любить и любил сам хотел любить и любил хотелось просто дарить любовь теперь я понимаю что прорывалась вами чувство истинной любви вот где-то от истинной сущности что-то исходило то есть не желал быть объектом любя сам любить хотел но может это эгоистично не знаю как это звучит но как то вот так вот было я просто говорю то что я чувствую то что пережито я об этом говорю продолжу цитировать кришномортии он в этом вопросе аж он любил так я понимаю разными формами любви человек хочет быть любимым ибо сам не любит человек хочет быть любимым ибо сам не любит до тех пор пока вы желаете быть любимыми у вас самих нет любви вы уродливы и грубые так почему же вас должны любить вот я инстинктивно не хотел чтобы меня любили я сейчас вот его читаю я понимаю что это такое если бы я хотел и был бы уродство наверно во мне бы не было любви она вам не было вот он здесь блестящего все вскрывает эту проблему в книге о самом главном есть цитаты вы можете ее взять я тут немножко ну а текста отхожу отступаю какие-то у меня есть эти самые импровизации но в книге вот этот кришноморти вы пишете себе заметку по поводу любви очень хорошо он сказал на эту тему если ваше сердце исполнено любви вы никогда не потребуете чтобы вас любили только пустота просит наполнения пустое сердце никогда не может быть наполнена в то время как любовь ищет сотни других существ знаете ли вы что означает любить дерево или птицу или домашнее животное о котором вы заботитесь который кормите которые нежити который ничего не может предложить вам взамен если я люблю животное кошку например и от нее не могу ничего потребовать не от нее ничего не нужно мне достаточно что я ее люблю то что это исходит из истинной сущности вы понимаете вот разницу то что исходит от или то что исходит от истинной сущности с существенной разницы от не доставляет мне беспокойств каких-то волнений это то что дарит мне радость даже если нет ответа взаимно вот любая тварь любое существо я к нему питаю любовь я вот хотел у меня вот такое удивительное возникло чувство что я бы хотел признаться всему животного миру в любви животного мира но люди тоже какой-то степени животные но у них приемник любви сильно таскать сбит с нужной волны приемник понимаете потом тех кто принимает те принимает животные все принимают потому что они это понимают даже любая маленькая тварюшка казалось бы бестолковенькая она принимает у них нет преграды у человека огромное железобетонное эго выстраивает эту стену и приемник любви у них замурован глубоко вот чем проблема вы требуете что вас любили так правильно говорить кишна мать у вас самих любви нет за 200 за что любить вас та структура который может таскать в общении с вибрацией любви вступать и она просто замурована ее нету и быть до времени не может до времени у кого-то и на всю оставшуюся жизнь понятно почему проблем то в любви возникают так называемой только по этой причине по очень простой причине нет эту приемник любви источника любви в человек любить продолжаю крестному цитирует значит ничего не требует не думать что вам должны что-то дать и только такая любовь можно познать свободу вот она определение которому добавить вообще ничего здесь витальная любовь всего изъянами с ее изъянами и вот то что чистой любовью от истинной сущности исходящей здесь вот в этом абзаце есть все можно писать миллиона книг там о любви там о том как приворожить как отворожить как соблазнить напишите миллиона книг вот в этом абзаце все есть так уж как все есть в свободе от известно в этой брошюре крыш нам вот и вся психология человека и человечество там добавить нечего он гений вот в этом абзаце действительно идет речь об истинной любви которую дает вам полную свободу и воистину радость приносит так вот существует расхожее мнение что каждый мужчина и каждая женщина должны найти в жизни свою недостающие половинку почему не четвертинку не полуитровку ну почему вот половинку а то есть не догадываетесь когда произошло разделение полов в третьей человеческой расе гермафродит когда были они разнополые разделились вот разделились и вот мужчины и женщины стала был все в одном в одном флаконе и вот надо как бы это все объединить вот половинка на 5 сам будет самодостаточным вот половинку вот такой поверье существует что половинку до половинка была утеряна при окончательном разделении окончательном разделении полов взамен же возникла мощная витал и физическая тяга которая обеспечивает физическое продолжение рода то что гермафродит то когда все в одном дабыла существа 3 человеческой раса начала третьей расы там не было перекрестного опыления там опять-таки вы рождение могло быть ну все . интересное вы рождение поэтому прошло разделение и тут уже больше вариантов и генетических комбинаций и пошло-поехало человечество размножаться то есть возникла витала физическая тяга найти половинку но в голове половинку не имели ввиду а просто витала физическая тяга друг другу для продолжения рода вот так вот состоялось и все однако еще раньше до окончательного разделения полов при последовательном погружению материальность люди начали утрачивать связь своей истинной сущностью с божественной сущности и разрыв этой связи есть глубинная причина поиск чего-то главного некогда утраченного главного мы вначале утратили божественность и вернуть как бы истинную любовь можно вернув только божественность если мы ее не вернем то остается витала физическая тяга со всеми ее таскать но театральными эффектами ясно уяснили девушки и парни вот в чем вся проблема проблема бесплодности поиска любви вечной любви какой-то вот в земном человечестве начали вернитесь домой то есть вот то что раньше о чем отпали раньше надо туда вернуться уж тогда все остальное и в плане любви станет на свои места мы пытаемся подменять поиск половинки духовно оторванными оставаясь от своей истинной сущности и ничего не получится так кармический закон будет действовать всегда будет наступать на одни и те же грабли в поисках любви понятно всегда и ваша она будет болни больно бить и правильно делает делом на занимаетесь ставьте самодостаточны в любви для начала потом и половинка найдется беспроигрышно найдется если это требуется понимаете а так вы обязательно в проигрыша ну кому-то не нужно может кто-то еще хочет рот продолжить лишь бывает так ну бывает же да пусть она родится ничего страшного так что если вы вернетесь домой как бы станете целостным в главном вопросе а поиск утильной половинки противоположного пола это уже явление вторичное то что поиск собственной душе это главное вообще конечном счете вот а вот что такое вот финал или оргазм вот любви это короткое замыкание в общем психоаберационном поле тонкой пространственной энергии и замурованы в недрах нашего физического тела это вот то что иллюстрирует экстаз божественной любви тот который не может продолжаться бесконечно вот она короткое замыкание вот вам дается вот смотрите мы пытаемся вот это вернуть вот чтобы это вот было всегда но невозможно это сделать там просто вальчик дается вот она вот она короткое замыкание но она короткая над чтобы от короткое замыкание без фонтанирования а плавно разлилось вот вас и в окружающем мире ясно чтобы не короткое замыкание определяла вот ваш поиск любви до вечное короткое замыкание чтобы все-таки это как-то как я говорю было размазано повсюду но в равной доли не уменьшаяся и добавить нечего это пониманию не подлежит поэтому я просто озвучиваю вот в словах в обычном то что невозможно передать как ощущение вот и все так что давайте действуйте держать и работаете вот получится обязательно получится обязательно к этому придется некоторые секс-гуру есть такие сегодня появляются предлагают использовать отношения полов как интимное отношение полов как духовную работу что вы в конечном счете ну придете к единению внутренним а вот скажи молодому человек что это таскать вариант духовной работы вот все конечно я все нашел а так или не так все он этот голову на этом сломает прав ничего не добьется демонизирует сознание будет беда но это просто это легко это интересно ведь опасность вот таких вбросов вот через отношения полов можно и бога постичь божественное постичь происходит демонизация сознания окончательный просто падение в бездну и больше ничего без возврата уже без возможности вернуться на исходную позицию то что приятности доступность такого метода духовной работы притягивает большое количество витальных мотыльков которые гибнут в этом пламени ну ладно мы серьезном домашние мотыльки так вот найти свою половинку в поле витальной любви невозможно вот просто невозможно будете искать страдать разочаровываться и снова искать и страдать и так далее сценарий 1 меняя объекты любви будет все по одному и тому же сценарию развиваться в поле витальной любви я говорю не найдете ее можно открыть только в собственном существе родивших духе то есть воссоединившись божественным началом которой было утрачено в ходе инволюции то есть вернуться домой да и пробудившись душа способна вместить себя и единство всевосущего и тем самым вот эту временную разделенность человеческого существа психологическом плане человек становится самодостаточным и тогда половинка коли она нужна коль придет пусть приходит нет тоже ничего страшного ничего страшного то есть нет трагедии лишь намеренно ее искать или как-то она придет если это нужно и страдать по этому поводу не приходится придет хорошо не придет но тоже ничего ну как правило приходит кому-то кому-то не приходят можно да можно нет философия ни к чему каждый вариант он по-своему хорош если есть самодостаточностью в этом вопросе вот и все и до рождения в духе найти свою половинку на физическом плане бытия практически невозможно не найдете лишь после духовного рождения станет возможным но вовсе необязательным но возможно может точно специально искать не стоит будет санкция свыше половинка найдет вас сама она притянется к тому что есть вас сама притянется то есть чудесным образом это состоится тоже это не результат ваших поисков это результат сердечного притяжения здесь сейчас вот это может быть чудом так что не отчаивайтесь те кто еще не нашел чудо способны состояться в любой момент если будете правильно работать на пути сознательной эволюции ясно а то некоторые говорит вот вот как-то скучно идти по пути мне бы вот сейчас найти женщину мне мужчина иногда говорить чтобы она меня понимала в бегу те надо женщина который тебя бы лупила ему наш оба на его понимала видите ли вот его духовные запросы не ищите таких женщин беда будет ясно а то одному скучно если вам скучно идти по пути сознательной эволюции наймите как моя бабушка музыку играйте оркестров там понятно скучно видите ли вот одному идти по пути над обычно люди с незрелым сознанием этим скучным бы надо вот коллективно взявшись за руки куда-то бежать духовная работа на сугубо индивидуальной даже если вы в паре она индивидуальная она ваша только и никаких . этих шагов совместных быть не должно вот я поэтому поводу еще хочу сказать да и только пробужденная душа способна вместить в себя единство всего сущего и тогда найденной на физическом плане половинка или вас нашедшая половинка будет органично дополнять ваше существование без какой-либо дополнительной витальной стимуляции это будет органично и естественно стимуляция никакой не нужно виталий бить как все просто теоретически ну все понятно как вот все происходит рождается как отформируется